Беллотер 208 Журналист официального сайта абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дэймон Мартин обнародовал судейские записки поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, прошедший в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Стоит отметить, что по ходу противостояния ситуацию полностью контролировал Хабиб Нурмагомедов. Второй раунд Хабиб забрал к себе в копилку за счетом 10-8, однако третий проиграл 10-9. Но это не столь важно, ведь уже в четвертом раунде он провел болевой прием, после чего Макгрегор признал свое поражение. Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин занял первое место в октябрьском рейтинге Всемирного боксерского совета WBC. Вторым после Головкина идет британец Мартин Мюррей. На третьем месте располагается канадец Давид Лемье. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро из Казахстана Даниэр Иллисинов 20 октября в американском Бостоне проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге. Глава менеджерской компании, занимающейся делами казахстанцев профи Зия Алиев, следующим оппонентом Даниэра, станет 30-летним Мэтт Доггерти по прозвищу Богомоу. Обладатель пояса суперчемпиона WBE во втором полулегком весе американец Джерлон Т. Дэвис попал в очередной скандал вне ринга. Боксер обвиняется в избиении, якобы инцидент произошел в стрип-клубе Далласа. Потерпевшие планируют получить компенсацию от чемпиона в размере 2 миллиона долларов. Это далеко не первый инцидент, в котором обвиняется Дэвис. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok